могут ли животные оплакивать своих умерших могут ли они реально понимать что один из их сородичей мертвы и что они думают об этом некоторое время назад считалось что желание оплакивать ушедших одна из особенностей человека то что отличает наш вид от других животных но просмотрев это видео вы поймете что животные тоже чувствуют скорбь и испытывают особые эмоции при виде тела мертвого сородича все животные обладают широким спектром эмоций которые зачастую являются гораздо более сложным чем представляют себе люди все интересные шокирующие не вошедшие в это видео и в другие видео кадры которые youtube не пропускает вы можете найти в телеграм-канале зомби чез ссылка на экране и в описании под видео и у нас 10 животных которые прощаются со своими близкими снятые на камеру поехали друзья вы любите пощекотать себе нервы если да то переходите на мой второй канал просто чез где вы найдете жуткие психологические и мистические эксперименты а также путешествие в страшные и аномальные места мира канал просто чез ссылка на экране и в описании съемки этого видео происходили в индии этот робот был сделан для съемок фильма компании bbc шпион в диких местах он был предназначен для наблюдения за животными в их естественно среди обитания сидел на поваленном дереве выглядел почти в точности как детеныш лангура мог поворачивать голову открывать рот и даже издавать очень правдоподобные для этих обезьян звуки обезьяны сразу приняли малыша в свою стаю но случилось несчастье нянька лангур нечаянно уронила фальшивого детеныша и тут лангуры вероятно решили что он умер всю стаю охватила настоящее горе словно с дерева упал один из их собственных детенышей ученые из демократической республики конгу наблюдая за несколькими группами африканских горилл зафиксировали их реакции на смерти сородичей доминантного самца по кличке тит и 38-летнюю доминантную самку под вида восточная горная горилла по кличке так обе особи умерли за несколько часов до момента наблюдений из-за возрастных болезней животные сородичи располагались вокруг усопшего смотрели на него обнюхивали трогали причесывали и облизывали некоторые проявляли знаки агрессии разбрасывая траву или пинали тело однако время отведенное на ритуал прощание напрямую зависело от знакомства спокойным частности молодой самец которого после смерти его матери воспитал тит оставался с ним на протяжении двух дней и даже спал рядом а сыну умершей самки заботился о ее теле ученые не сомневаются что это указывает на его сильное переживание пекари парнокопытные млекопитающие оплакивают умерших это выяснил восьмилетний мальчик из аризоны который установил в лесу видеокамеру со встроенным датчиком движения внешне пекари похоже на свиней но мельче а еще у них всего три они четыре пальца на ногах и направленные вниз клыки они имеют очень тесные социальные отношения живут в стадах от пяти до пятнадцати животных вместе кормятся и спят видеозапись показывает как к умершему пекарю приходят его сородичи спят рядом спокойным пытается его поднять и отгоняет от него койотов ученые говорят что видит такое впервые исследователям шимпанзе в заповеднике в замбии удалось заснять на видео как обезьяны вели себя после гибели девятилетнего члена сообщества самец шимпанзе по кличке томас и 9 лет жил в группе из 43 обезьян в течение жизни он завязал много связей внутри группы а сиротев в возрасте 5 лет он особо подружился со взрослым самцом по кличке пэн который был для него приемным отцом пэн возвращался к телу томаса несколько раз и при необходимости и защищал его от нападений другие члены группы тоже посещали тело обезьяны они подолгу сидели рядом и не отвлекались на лакомства которые предлагали им сотрудники заповедника всего тело погибшего товарища посетили 22 обезьяны 9 из них слегка прикоснулись к телу в один момент появляется одна из главных самок группы она подошла к телу и ударила его возможно она проверяла способен ли он реагировать другая обезьяна чистила погибшему зубы а как вы думаете чувствует ли шимпанзе по-настоящему скорбь свидетелем этой трогательной сцены стал австралиец эван который прогуливался в парке в какой-то момент он услышал необычный звук как будто что-то упало затем он увидел семейство кенгуру собравшиеся вокруг умирающей матери самец кенгуру поддерживал ее ослабевшее тело а детеныш казался беспомощным избитым с толку мать превозмогая боль пыталась дотянуться до своего малыша чтобы приласкать его в последний раз совсем по-человечески я видел как самец приподнял самку это выглядело так будто он пытается поставить ее на ноги и не может понять что с ней такое случилось рассказывает автор снимков он приподнял ее но она опять упала на землю это было поразительное зрелище видно было как этот самец переживает потерю что случилось с самкой почему она умерла непонятно никаких видимых повреждений на ней незаметно давно известно что вороны запоминают лица людей которые их обижали и узнают их спустя годы этим свойством вороне памяти ученые решили воспользоваться чтобы выяснить боятся ли вороны своих мертвых сначала один из участников эксперимента втерся в доверие к вороне стаи зоолог кейли свифт приносила воронам лакомство и старалась не пугать птиц а во второй части эксперимента на облюбованное воронами место вышел человек с мертвым вороном в руках она простояла так полчаса и все это время вороны вместо того чтобы угощаться едой принесенной кейли они собирались вместе и громко каркали есть несколько версий объясняющих такое поведение но основная заключается в том что птицы предупреждают и друг друга об опасности ворона напугалась зрелище мертвого сородича маска была призвана не дать воронам запомнить настоящее лицо этого человека на всякий случай вороны как мы помним злопамятные вороны воздержались от угощения и на следующий день когда человек в маске вернулся без мертвой птицы это означает что вороны понимают что такое смерть и боятся ее и всего что с ней связано дальнейшие эксперименты показали что ворон пугает только труп вороны других мертвых птиц даже сопоставимых размеров они игнорировали в этом видео пара гигантских императорских пингвинов заставили меня пустить слезу это невероятная видеозапись и было снято как части документального фильма bbc 2013 года снятого в течение года шпионскими камерами форме камней яиц и других пингвинов непонятно как птенец умер но этого момента хватает чтобы зацепить и чувство каждого сгорбившись над цыпленком мать мягко ткнула в него клювом чтобы проверить признаки жизни инстинктивно она подталкивает его к своей сумке потому что это все что она может сделать но уже слишком поздно возможно самый душераздирающий момент в кадрах один пингвин кладет голову на плечо другому пингвину эти пингвины выглядят как люди оплакивающие свою потерю две маленькие обезьянки и грунки из лесов северо-восточного побережья бразилии были крепкой парой в течение более чем трех лет затем в один роковой день самкой приключился несчастный случай она упала с дерева и ударилась головой о лежавшую на земле керамическую вазу ее партнер оставил на дереве двоих детей и спрыгнул вниз чтобы утешать ее пока она умирала в течение двух часов по словам исследователей которые записывали события на видеокамеру это первое наблюдение подобного сострадательного поведения у игрунков после кончины самки самец обнял ее и обнюхал спустя несколько месяцев после происшествия самец покинул группу и его больше не видели исследователи подчеркивают что игрунки создают крепкие пары в которых они воспитывают детенышей вместе этим можно объяснить то почему самца так затронула смерть подруги в сети появилась и душераздирающая видео о том как стадо слов оплакивает своего погибшего собрата увидев лежащего без движения товарища животные начали стонать и реветь скончавшийся сел страдал от проблем с копытами и легкими конечно это так выглядит с чисто человеческой точки зрения на самом деле смерти сородича скорее всего приводит их в несколько сметенное беспокойное и удручающее состояние возможно они не оплакиваются родича а просто-напросто начинают паниковать считая что им грозит опасность слоны одни из самых крепких семьянина в животном мире возможно по этой причине их переживания при утрате себе подобных особенно заметны однажды специалисты засняли как в национальном заповеднике кении умирала от старости большая слониха все слоны стояли в отдалении и молча взирали как вожак стадо предпринимал попытки приподнять слониху а когда она испустила последний вздох вожак задрал хобот вверх и громко и отчаянно трубил после этого подошли все остальные слоны которые несколько часов ходили вокруг умершей иногда притрагивались к ней словно исполняя какой-то скорбный обряд души раздирающие кадры показывают что некоторые слоны используют свои хоботы чтобы погладить собрата лежащего на берегу озера а на этом у меня все не забывайте ставить лайк на это видео мне очень важно подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями пусть тоже попускает слезу с вами был зомби чез увидимся в новых видео пока а